Всем привет! В последние несколько видео мне приходят комментарии с запросом о том, чтобы я показала свою уходовую косметику. Пишут, что классно светится лицо, кожа. И, Оль, покажи, чем пользуешься, увлажняешь, очищаешь и бла-бла-бла. В общем, сегодня снимаю такое видео на лайте, на лайте, потому что у меня очень-очень мало времени. У меня такое ощущение в последнее время, что в сутках не 24 часа, а 14 максимум. В общем, быстренько снимаю это видео, потом по времени разберемся. Ну что, в общем, два слова о том, как я ухаживаю за своей кожей. Я вообще не хожу никогда к косметологу. Раньше я ходила, посещала косметолога один раз в два месяца, делала себе механическую чистку лица. Ну, типа выдавливать поры и бла-бла-бла. Со временем я поняла, что у меня нет такой необходимости, потому что я заметила, провела эксперимент и заметила, что кожа может самоочищаться. Это тоже такой отдельный орган. И она работает, этот орган работает и все очищается само по себе. Если правильно ухаживать, правильно очищать и увлажнять кожу. Уколы не делаю пока. Я не против уколов, я не против пластической хирургии и всяких вмешательств, если на то есть необходимость и потребность конкретного индивидуума. В общем, моя мечта сделать блеферопластику, сделать, в общем, убрать, поднять или что там сделать. В общем, меня мешает вот эта вот отечность, вот эти грыжи под глазами. Но я пока в поиске врача, но у меня есть два на примете. Я, в общем, очень сильно хочу сделать себе эту операцию. Я надеюсь, к годам сорока, немного мне осталось до сорока лет, в общем, я это воплощу в реальность. Вот. И если, я считаю, девушке необходимо, как она считает, сделать ринопластику, там нос укоротить или удлинить, я тоже за. Я считаю, что человек должен чувствовать себя гармонично и если ему что-то мешает, мешает маленький размер груди, нужно добавить. А если мешает большой объем груди, нужно убавлять. Вот и все. Человек должен гармонично ощущать себя в своем теле и быть счастливым. Вот. Вот такая вот у меня мечта насчет уколов. Я не против, как уже сказала, но я пока ничего не делала, ни разу не применяла, да, это средство, косметология. В общем, ботокс уже можно было бы, но, в принципе, ну я уже вижу, вижу, что можно было бы, да, но я пока не делала. Губы, вот эти все увлажнялки, я даже не знаю, как это все называется, вот эти вот все уколы дополнительные. Я за, но пока не готова, я морально, вот нет у меня прям такой потребности. Пока не хотела этого ничего такого делать вообще самой. У меня какая-то вот галочка стоит, до 40 лет ничего не делать, вот что-то как-то так. Может быть, даже больше. Посмотрим, что да как. Сейчас я пытаюсь, стараюсь ухаживать за своей кожей самыми элементарными способами. Делаю сама себе массаж лица нерегулярно из-за ленивой жопы. Вот. Увлажняю, я считаю, что увлажнение очень важно и очищение. Вот не верю в кремы антивозрастные, всякие там подтягивающие, питающие, морщины, заполняющие и т.д. и т.п. Я в это все не верю. Важно очень очищение и увлажнение. Ну что, чем я очищаю кожу? Давайте покажу, чем смываю макияж. Сейчас это Шосейдо гидрофильное масло. Нормальная штука, но я не скажу, что она прям самая лучшая в моей жизни. Хорошо удаляет макияж, растворяет его. Но у меня было когда-то Живанши, и мне нравилось больше. Я помню, что лучше все растворяла и удивлена, что Шосейдо хуже масло справляется с этим. Ну вот сейчас вот на таком я этапе, да, вот так растворяю макияж. После того, как я все снимаю ваткой или спонжем, ну я делаю это ватой, я вам честно скажу. Вату беру, намачиваю теплой водой, выжимаю и вот это все вытираю. После я беру мыло, у меня сейчас мыло Glam Glow вот такое, и просто умываюсь полностью, не избегая кожи вокруг глаз. То есть я полностью и глаза умываю, все полностью шеи, декольте два раза в день. Два раза в день, утром, чтобы снять сэбом, накопившийся за ночь, а вечером, соответственно, завершение ритуала снятия макияжа. Но если я не крашу в течение дня, потому что сейчас очень часто я не крашусь в течение дня, если я не снимаю видео, я не крашусь. Я не снимаю, естественно, макияж, да, просто умываюсь на ночь с мылом и увлажняю свое лицо. Тонизирую. Чем я тонизирую кожу? У меня есть два тоника, вот такой у меня заканчивается мелкий тоник от PIXI. Мне очень-очень нравится, я вообще хочу, обязательно его повторю, и когда повторю, перелью в баночку с дозатором, буду как термальной водой поливаться. У меня такая идея возникла, в течение дня летом освежаться, потому что она очень классно увлажняет и тонизирует кожу. Очень мне нравится, для моей сухой чувствительной кожи очень хорошо подходит. У меня, наверное, комбинированная чувствительная, тонкая больше, уже даже не сухая. Но так как она тонкая, она все-таки склонная к сухости, у меня часто сушит кожу. Вот такой у меня тоник Glam Glow, еще мало им попользовалась, но пользуюсь. Пользуюсь, у него очень приятный такой запах, свежий, освежающий, и немного с запахом какой-то микстуры, что ли. Здесь он идет с активированным углем и каким-то шиммером, не знаю, видно ли это на видео, какие-то частички, видите, переливающиеся. Это тоник, который очищает, он как бы очищает поры. Мне он нравится, он дает такую прям свежесть лицу и тоже хорошо тонизирует. Им пользуюсь реже, вот этим прям на постоянной основе, а этим по необходимости. Вот когда чувствую необходимость, когда какое-то высыпание у меня там произошло, я раз-раз-раз этим тоником. Далее, далее кремы, да, чем я увлажняю кожу. Все очень просто, вот давайте покажу, у меня есть сейчас два крема. Это крем-гель Water Burst, Water Bust Glam Glow. У него очень классная гелевая текстура, он офигенно пахнет кокосиком, так деликатно. Вроде бы яркий запах, но с другой стороны он очень нежный. Очень мне нравится такая текстура, самая моя любимая текстура кремов. Это просто увлажнение, такой прям увлажняющий бустер, классно увлажняет кожу лица. Я наношу его на все лицо и даже можно на кожу вокруг глаз. Вот я верю в максимальное увлажнение, обязательно нужно увлажнять кожу. А вот эти все питания, я имею в виду вот эти добавки антивозрастные, я в них не верю. И вот такая сислоя у меня еще и лосьон есть, он такой вот очень жидкий. Давайте покажу, как он вот такой вот жиденький, жиденький. Прям видите, такой лосьончик. Он тоже мне нравится, ну прям как водичка, видите, вода водой. Но классно тоже увлажняет, ощущение увлажненности кожи, на коже остается долгое время. И тоже его можно и под глаза наносить. Вообще крем для глаз считаю баловством, но как-то вот не получается пока у меня отказаться. Потому что я считаю, что если увлажняющие кремы для лица хорошо увлажняют кожу, и нет вот этого, если у вас крем без эффекта матовости, знаете, есть кремы, которые увлажняющие, но они с эффектом матовости для жирной кожи, их, конечно, нельзя под глаза. Если это просто увлажнение, я считаю, что достаточно будет нанести увлажняющий крем также и под глаза, почему бы и нет, и не использовать дополнительные средства. Но я пока не отказалась от крема для глаз, хотя подумываю об этом. Но у меня есть сейчас Glam Glow, вот такой вот розово-золотой, из розового золота, баночка такого цвета красивого. Ничем не пахнет, и крем очень питательный, жирненький, такой хорошо увлажняет и питает кожу вокруг глаз, и не оставляет чувство липкости, тяжести, не скатывается, и на него хорошо ложится макияж. Потому что есть такие кремы для глаз, которые, когда наносишь макияж, в этой области, где наносил крем для глаз, он начинает скатываться. С этим этого не происходит. Далее, масочки. У меня крайне мало, я вам скажу, средств по уходу. У меня нет сывороток, а если будет сыворотка, то я не буду на нее наносить крем. Очень, я считаю, у меня мало всего. Все самое только необходимо. Давайте я покажу... А, еще одно средство, которым я увлажняю кожу летом, прям в жарюку. Это крем-гель, это даже не крем-гель, это просто алоэ-вера с коллагеном. И в коллаген я тут не верю, но вот этот алоэ-вера мне хорошо увлажняет гельчик, кожу. Скажите, Оля, алоэ-вера увлажняешь кожу? Да, вот вместо крема. Когда сильная жара, когда очень жарко на улице, никакого даже лосьона не хочется, то я вот этим или вот этим вот. Просто мне достаточно увлажнения. Чем я пеленгую кожу? Чем я пеленгую кожу? Я, в общем, отказалась от физических скрабов, от механических, да, вот этих вот с микросферами. И перешла полностью на соду. Пищевая сода форева. Она у меня для всего. Она у меня как дезодорирующее средство, как я ее добавляю и в пилинги, и в мыло, когда купаюсь. В общем, на мочалку прямо могу насыпать и хорошо помыться. Добавляю ее в зубную пасту. Вместо зубной пасты. В общем, сода форева. И также еще одно будет средство, которое тоже, можно сказать, народное такое, которое мне очень сильно нравится использовать. В общем, сода. Я мочу на влажную кожу лица, наношу соду аккуратно и массажными движениями. Я, конечно, не массажирую здесь, не массажирую там под глазами. Я беру Т-зону и за ушами иногда, уши, там все вот это промываю вот этой вот содой. Обыкновенная пищевая сода. Я ее пересыпала в баночку от крема Клиник Мойсту Райз, вот этот, который 72 увлажнения, 72 часа. Тоже этот крем-гель люблю. Он по текстуре, как вот этот Глэм Глоу. И с содой просто пилингую все, что надо. Все, что мне захочется. В общем, офигенный результат. Во-первых, нет покраснения, никогда нет никаких, никакого зуда, высыпаний на следующий день. Покраснение, опять-таки, она как-то успокаивает кожу. И сода защелачивает правильно, и она очень-очень благотворно влияет на кожу. Может быть, вы мне опять там напишите, что Оля, ты там, не знаю, прошлый век. Пусть я буду прошлый век, но реально вещь, которая мне нравится. Мне нравится пользоваться содой обычной и пилинговать ее кожу. Она справляется с ним очень деликатно и эффективно. Еще одно такое, можно сказать, простое аптечное средство. Это коламин лосьон. У меня закончилась маска, очищающая, закрывающая поры. И я перешла вот на этот лосьон. Он у меня просто был. Я вот так его взбалтываю. Его можно наносить точечно. И можно наносить на все лицо. Но там я в основном, это зона только. Несколько минут, минут 5-10, как и с маской обычной, которая очищает кожу. Я потом просто смываю, наношу его там на немного времени. И смываю его. Просто теплая вода, офигенно. Он справляется тоже с очищением и закрывает поры. Я, конечно, не делала мартышкин труд. Ничего не очищала, не мыла. Я именно баночку просто покажу вам, как он выглядит. Вот так, смотрите. Вот видите? Он такой жиденький. Быстро застывает на коже лица. И если у меня есть какое-то высыпание, слава богу, у меня давно этого не было, потому что я питание свое немножко отредактировала. И пью очень много воды. И у меня нет высыпания. Но если есть какой-то сюрприз, то я на этот сюрприз наношу точечно. И на ночь иду спать. В общем, утром стою, смываю и все. И как не бывало. Успокаивает тоже. Нет покраснения. Еще можно делать такие вещи. Чудеса зубной пасты. Но зубная паста может сжечь, потому что там мята. Эта вещь очень деликатная. И она мне очень нравится. Стоит 3 доллара или меньше в аптеке. В общем, пользуюсь вместо маски очищающей сейчас. И еще три маски, которыми я пользуюсь. У меня вот такая Glam Glow. Я ее повторила. Мне нравится эта маска-пленка. Это такой терминатор, когда ты с ней ходишь. Минут 30-40 ее нужно держать. И когда снимаешь, она классно очищает поры. Дает эффект липтинга. Прям такая кожа натянутая. И эффект, конечно же, моментального действия. Не пролонгированные. Но маски не дают пролонгированного эффекта. Это если хотите здесь и сейчас. Прям вот выглядеть классно сейчас. И она прям шлифует лицо. Мне так нравится. И вот как-то ощущение натянутой кожи. Прям от этой маски-пленки. И легко она снимается. Вот так поддеваешься. Она чпок и все. И снялась. Я повторила ее в большом объеме. У меня было 50, по-моему, миллилитров. Это 100. И еще одна увлажняющая маска. Тоже Glam Glow. Такая фиолетовая. Она пахнет кокосиком. Кстати, это тоже кокосиком. Мне вообще нравится продукция Glam Glow. Как жаль, что ее выводят у нас с Израиля. У них все средства мне подходят. А в общем, тоже просто мега супер увлажняющая маска. Единственный минус на нее. Ее, короче, неприятно использовать зимой. Она с таким холодком. Дает холодок лицу, ну, коже. И холодно. В общем, я ее люблю летом. Ее смывать не надо. И еще одна маска тоже Glam Glow. Вот такая. Она пахнет ягодками. Она такая ягодная. Здесь есть такие, знаете, как от клубники частички. Но их не, ну, как бы на лице их не видно. Я на нее крашусь. То есть, и эта маска тоже она успокаивает, увлажняет. Там бла-бла-бла. Очень супер, мега такая она. Как это? Какая-то муссовая. Это маска мусс. По ощущениям она такая, как крем. Но она очень-очень легкая. Если вот эта выходит прям как крем густой. Здесь прям такая очень какая-то легкая текстура и формула. И тоже я ношу на всю кожу лица и кожу вокруг глаз, на шею. Можно везде-везде все нанести. Очень приятный, деликатный ягодный у нее вкус. Запах точнее. И она классно увлажняет. Прям кожа так комфортно себя чувствует с ней. И я ее не снимаю. Это считается ночная маска. Но я могу ее даже под макияж нанести. Там есть вот эти вот частички, про которые я сказала, что они как бы остаются на лице. Но когда я начинаю краситься, они как-то тряхиваются. В общем, вот такие применяю я манипуляции к своему лицу. Массаж я делаю на кокосовом масле или на батэши. Масло ше выглядит вот таким образом. Им же я мажу губы. И все тело могу мазать. Пятки, руки. Не знаю, там все дела. А пеленгую, кстати, губы тоже с содой. Кокосовое масло я люблю использовать в качестве зубной пасты. Вместо зубной пасты или добавлять к зубной пасте. Потому что зубы такие становятся после кокосового масла. Очень глянцевые, блестят и очень гладкие. Прям весь все снимается, все, что не нужно с зубов. Очень хорошо очищает кокосовое масло. И наношу его, по нему делаю массаж лица. Хорошо скользит, очень мало нужно. И его нужно наносить на все тело. Так же, как увлажняющую штуку. И вообще, как моя Ася сказала, очень интересная вещь. Это кокосовое масло. Просто натуральное, органическое масло. В съедобном отделе супермаркета я покупаю. И вот это тоже, кстати, вещь. Она 200 мл. Я ее покупала в аптеке. Вот эту штуку. Это масло шея. Они имеют запаха практически. И у кокосового масла тоже практически такой очень тонкий ореховый аромат. Не тот кокос, который парфюмерный. Совершенно кокосовое масло, оно практически не пахнет. Оно имеет запах естественный такой орехового такого, знаете, ореховый такой приятный. Губы увлажняю тоже кокосовым вот таким вот маслом. Но здесь добавлено, что-то еще добавлено помимо кокосового масла, потому что не тает вот эта субстанция. А кокосовое масло в жаре тает. Вот. Когда закончится, я просто переложу сюда масло шея. Масло шея классно увлажняет губы. Вот. И еще одна вещь базовая у меня для тела. Это CeraVe увлажняющий крем для тела. Для сухой и очень сухой кожи. Вот. Простой увлажняющий крем, он без запаха. Вот кожу тела увлажняю вот этими вещами. По этому маслу я еще делаю массаж попы, массаж ног. В общем, массаж всего тела можно делать. Но вообще, вот эти вот вещи, они волшебные. Вот эти вот натуральные кокосовое масло, масло ше и сода. И коламин лосьон. Три копейки стоит и чудеса творит. Все. Я вот этими всеми средствами пользуюсь. Очень сильно нужно много пить воды. Это я верю в это. И я верю в то, что нужно обязательно много спать. Как можно больше. Ну, в смысле, как можно больше. Минимум 8. Ну, самое меньшее 7. 7 для меня мало. Мне нужно 8-9 часов, чтобы чувствовать себя человеком. Вот если я посплю меньше, я все. Мне никакой крем не поможет. И никакой... Даже вода мне не поможет. Мне нужно спать. Сон, вода, пахуизм. И хорошее увлажнение, и питание качественное. Вот это все поможет вашей коже. А уколы уже, это как дополнительное, конечно, все это можно. Но я пока вот не прибегала к таким способам. На этом все, ребятки. Всем спасибо. Оставляйте ваши комментарии. Давайте общаться. И на этом все. Всем пока.